Икона Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшний день в церковном календаре посвящен иконе Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина. Что же это за икона? Уже при первом взгляде на нее обращаешь внимание на необыкновенно сложную композицию этой иконы. Икона насыщена изображениями отдельных фигур и целых сюжетов. В центре иконы Неопалимая Купина в овальном или круглом медальоне изображена сама Пресвятая Богородица. Тип изображения так называемая одигитрия, то есть путеводительница. Иногда здесь, в этом медальоне, мы можем встретить изображение лестницы, которая прислонена к плечу Пресвятой Богородицы. Об этой лестнице мы скажем чуть позже, об этом символе. А сам медальон с изображением Божьей Матери вписан в большую звезду. Эта звезда состоит из восьми лучей. Причем четыре луча у звезды зеленых и четыре луча у звезды красного цвета. В зеленых лучах изображаются ангелы, олицетворяющие природные стихии. А в красных лучах изображаются символы евангелистов – ангел, орел, телец и лев. И, наконец, по углам самой большой иконы, всей этой иконы, тоже четыре изображения, изображения событий, о которых рассказывает священное писание Ветхого Завета. Что за события из ветхозаветного времени изображены вот по четырем углам большой иконы, неопалимая купина? Вообще, время Ветхого Завета – так мы называем эпоху до пришествия в мир Господа и Спасителя Иисуса Христа. Подлинный смысл священного писания Ветхого Завета раскрывается, если мы смотрим на него сквозь призму Нового Завета. То есть сначала мы читаем Евангелие, книги, написанные в период Нового Завета, и, прочитав Евангелие, лучше понимается смысл писания ветхозаветных авторов, ветхозаветных пророков. Дело в том, что ветхозаветные книги наполнены указаниями на события, которые совершатся на земле в период Нового Завета. Эти указания различны. Могут в Ветхом Завете содержаться прямые пророчества. Ну, помните, в праздник Рождества Христова много раз в храмах поется, читается знаменитый текст из книги ветхозаветного пророка Исаии. «Все дева во чреве примет и родит сына». Это древнее ветхозаветное пророчество о рождении Христа в мир от Девы. Возьмем другую книгу Ветхого Завета, тоже хорошо известную. Это «Псалтырь», написанная пророком и псалмопевцем Давидом. Вот в «Псалтыре» тоже есть такие ясные, точные, прямые указания на будущие события Нового Завета. Есть точные указания на будущие страдания Христа Спасителя. Пророк Давид описывает эти страдания Христа так, как будто он сам находится рядом с распинаемым Спасителем нашим. Но многое в текстах Ветхого Завета содержится не прямых пророчеств, о неких таинственных указаниях на события Новозаветные. Это так называемые символические видения, таинственные указания, таинственные образы. Они с первого чтения непонятны, но становятся понятными, если перед тем, как читать Ветхий Завет, ты прочитал Новый Завет. Они понимаются читателем по мере того, как происходит его знакомство с Новым Заветом. И вот к числу таких символических видений, описанных в Ветхом Завете, к числу так называемых ветхозаветных прообразов Бога воплощения, относятся четыре видения, которые как раз изображены по углам вот этой самой иконы, память которой мы сегодня совершаем, иконы «Неопалимая Купина». Вот первое из этих образов, из этих видений, оно и дало название самой иконы. Это некое видение, некий образ, который описан в Ветхозаветной книге «Исход» в третьей главе, втором стихе. Великий пророк Моисей, тогда еще молодой человек, который ничего не подозревал о своем избрании, пасет скот у своего тестя. И с овцами он забредает далеко в пустыню, приближается к горе Синай и внезапно останавливается, потому что видит чудесное видение. В отдалении от него стоит обыкновенный терновный куст, который загорается, горит огнем и не сгорает. Моисей буквально заворожен этим чудесным видением, он приближается к кусту, и с ним внезапно вступает в беседу сам Бог. И первое, что Бог повелевает Моисею в этот момент, он говорит ему, чтобы тот снял обувь, «Сними обувь с ног, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». А потом сообщает ему, вот при зрении этого горящего и не сгорающего куста, сообщает ему, что избирает его как пророка, как вождя народа Израиля. Горящий и не сгорающий куст по-славянски и звучит, как купина неопалимая. Сегодня на горе Синай воздвигнут величественный православный монастырь. Есть там часовня, которая как раз устроена на том месте, где произрастала та самая неопалимая купина. И корни вот этой неопалимой купины, которую видел непосредственно Моисей, находятся прямо под престолом этой православной часовни, где совершается таинство святой Евхаристии. Ну а само явление Моисею горящего и не сгорающего куста купины неопалимой считается прообразом рождения в мире Бога-младенца Иисуса Христа. Ведь Христос пришел в мир через Деву Марию, так что сама Дева не претерпела ущерба в своем девстве. Поэтому купина неопалимая и символизирует Божию Матерь, Пресвятой Богородице. И очень уместно изображение купины неопалимой на иконе, посвященной Божией Матери. На нашей иконе четыре зеленых луча символизирует как раз растение, купину, а четыре красных – огонь, которым объято было это растение. Но еще три события, о которых рассказывает Ветхий Завет, изображены на этой большой иконе купины неопалимой. Второе – это видение лестницы святому праведному Иакову. Об этом видении рассказывает книга «Бытия» в 28 главе. Иаков, один из праотцев и патриархов еврейского народа, заснул и видит сон, видит лестницу, которая начинается от земли, и конец ее достигает до неба. И ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И Господь Бог стоит на этой лестнице и вступает в общение с Иаковым, обещает ему, что будет ему покровительствовать, и будет покровительствовать народу, который произойдет от Иакова. Это видение лестницы оценивается в христианстве как пророческое. А сама лестница есть символическое указание, опять-таки, на подвиг Пресвятой Богородицы, которая соединила в себе земное и небесное начало. Ведь через нее Бог сошел на землю. Через нее Бог воплотился на земле, как по лестнице сошел на землю. Третье пророческое видение, которое содержится, оно содержится в книге пророка Иезекииля. 44 глава Ветхозаветной книги пророка Иезекииля содержит рассказ о том, как к восточным воротам храма был подведен пророк и услышал голос, вот сие ворота будут затворенные и не отворятся, и никакой человек не пройдет ими, только Господь Бог Израилев пройдет ими. Это видение пророка Иезекииля, затворенных ворот храма, через которые пройдет Бог, вновь указание на воплощение Бога через Богородицу, через Присно-Деву Марию. И, наконец, последнее Ветхозаветное событие, Ветхозаветное видение, которое отражено вот на нашей иконе, это изображение так называемого Древа Иесеева. О нем можно прочитать в 11 главе книги пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произойдет от корня его». Иесей – это Ветхозаветный праведник, он был отцом царя и псалмопевца Давида, а Пресвятая Богородица, Дева Мария, происходила из потомков царя Давида, а, следовательно, из потомков Иесея. Поэтому это выражение Ветхозаветной книги пророка Исаии в христианской церкви всегда понимали как указание на родословие Девы Марии и Господа нашего Иисуса Христа. Вот такая богатая иконописными сюжетами, изображениями, та икона, память которой мы сегодня отмечаем. Вот столько изображений на этой большой иконе Купины Неополимой. Образ Купины Неополимой, он не такой древний, но весьма почитаемый в православном мире. В России образ Купины Неополимой известен с XVI века, хотя похожее изображение уже встречается в XIV веке, в частности, в Благовещенском храме Московского Кремля. Уже была аналогичная икона, написанная на камне из горы Синай. В 1822 году в городе Славенске, это недалеко от Донецка, нынешней восточной Украины, зафиксировано удивительное чудо, весть о котором сразу прокатилась по многим городам и селам. В Славенске происходили в этот год опустошительные пожары, и благочестивой женщине было видение, в которое Божия Матерь повелела написать вот именно эту икону, Неополимую Купину, и совершить перед ней молебен. Образ был написан, молебен совершен, и пожары прекратились. И вот с этого момента, то есть вот с 20-х годов 19-го столетия, образ Неополимой Купины стал защитником Славенска. И нужно сказать, что вот в это неспокойное время на Донбассе этот образ особо почитается. Но и во многих городах, а ведь в лесных краях жилища и здания строились исключительно из дерева, во многих городах стали вот с 19-го столетия писать копии образа Неополимой Купины, и все эти копии, все эти новые иконы тоже стали почитаться как надежная защита и спасительница от пожаров, поджогов, поражения молний и других стихийных бедствий. Нужно сказать, что на Украине вот этот день, день прославления иконы Купины Неополимой с 2008 года является днем профессионального праздника. Это день спасателя, день пожарника. А изображение Купины Неополимой сегодня очень часто можно встретить в пожарных частях, в подрастелениях, строят многие храмы, особенно там, где есть угроза пожаров. Но вот как не вспомнить сегодня, что недалеко от Петербурга, где находится знаменитая атомная станция в городе Сосновый Бор, совсем недавно был построен храм, причем храм совершенно уникальный, такой новой архитектуры в стиле неоконструктивизма. И освящен этот храм был тоже в честь иконы Неополимой Купины. Сегодня мы просим Пресвятую Богородицу, чтобы она спасла, защитила нас от пожаров и иных стихийных бедствий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok